Доброе утро! Очень изысканно для завтрака, так что начинаем готовить вместе! Сегодня мы будем использовать свежего тунца, также мы будем использовать помидоры, авокадо, лук шнит, кинза, лайм, перец чили. Из соусов мы будем использовать соевый соус, кунжутное масло, соус чили, соус устричный, также оливковое масло и икра летучей рыбы на украшение. Наверное, все-таки это праздничное блюдо, какому-то оригинальному, необычному либо событию, либо столу, но хорошо, что времени нужно немного. Ну, чтобы его не терять, мы начинаем. Начинаем с нарезки тунца. Тунец мы будем нарезать довольно крупными кусками, так как севиче подразумевает такой тип нарезки. Ну, хорошо, не нужно мелко резать хотя бы рыбу, не тратить на это лишнее время. В свою очередь, хочу напомнить, что красные сорта рыбы не рекомендуется диетологам употреблять чаще, чем два раза в месяц, так как большая вероятность того, что рыба поступает сам на стол из питомников, где непонятно, чем ее вскармливают, поэтому не увлекайтесь, это главное. Я нарываю листики кинзы, стебельки нам не нужны, затем красный чили перец. Его добавляем тоже немного? Да, совсем чуть-чуть и очень-очень мелко рубим. Ну, а если вы любите остренькое, то можете добавить его по вкусу и побольше, хотя стоит помнить, что если у вас проблемы с плодочно-кишечным трактом, то ни в коем случае увлекаться этой специей нельзя, так как привести это может к самым пагубным последствиям. Нарезаем мелким кубиком и также отправляем в тунцов. Затем берем лук-шнит и также мелко его нарезаем. Лук-шнит не так часто употребляем на кухне, хотя и незаслуженно. У него более мягкий, более изысканный вкус, чем у обычного лука, которому можно перьями вырастить на любом подоконнике, но тем не менее какого-то радикального различия нет, хотя и шнит, благодаря тому, что он очень тонкий, смотрится все-таки изысканней в любом блюде. Добавляем его к тунцу. Затем берем кунжутное масло, немного поливаем, совсем чуть-чуть, так как он концентрированный, и соевый соус. Тоже немного? Тоже чуть-чуть. Немного соли, перца черного молотого, и тщательно это все перемешиваем. Долго ли будет мариноваться рыба? Будет она мариноваться ровно столько, сколько будут резаться наши овощи. Так что все зависит от вашей скорости, но главное, помните, что рыба обязательно должна быть свежая, максимально свежая, лучше, конечно, если она охлажденная, либо же первой разморозки. Тогда это будет правильный, изысканный вкус. Ну, а также мы еще добавляем немного оливкового масла. Угу. Всего совсем по чуть-чуть, буквально по пол чайной ложки, так как соусов у нас много, они вместе объединятся и дадут тот правильный, гармоничный вкус. Из авокадо мы снимаем кожицу. Многие авокадо не любят, потому что попросту не умеют выбирать. Обратите внимание на то, чтобы он был в меру мягкий, и когда вы нажимаете на него, то он должен как бы немного пружинить. Тогда это правильный, изысканный, маслянистый вкус. И это, наверное, и залог вкусного блюда из него. Авокадо режем вдоль, напополам. И затем такими вот полосками, чтобы получить мелкий кубик. Так называемая нарезка тартаром. Угу. Измельчив авокадо, помещаем его в отдельную посуду. И подобным образом нарезаем помидор также. Но перед этим мы снимаем лишние семечки и отделяем легким движением, очень тонко нарезаем шкуру. Отделяем ее от мякоти. Таким образом у нас получается сама мякоть помидора уже готова. И мы не заморачиваемся так, как в привычном варианте, с поддаванием кипятком того самого помидора, погружением его в холодную воду и таким прочим. Вот так это гораздо быстрее и сделать гораздо удобнее. Не тратя лишнее время, если нам нужно небольшое количество помидор, а буквально несколько долей. Эту же процедуру мы проделываем еще раз. Нарезав тартар из овощей, мы заправляем его устричным соусом. Но этот соус точно есть, и на каждой кухне можно ли его чем-либо заменить? Я думаю, можно выпарить немного соевого соуса, добавить чуть-чуть меда и соли. И как раз этот вкус может где-то напомнить устричный. Вот, оказывается, можно и простыми компонентами заменить такие сложные, иногда дорогостоящие соусы. Хотя если вы приобретете их даже в небольшом количестве, так как мы, в принципе, в любое блюдо добавляем не больше пол чайной ложки, то хватит вам его однозначно надолго. Я добавил также острый чили-соус и тоже перемешал. В конце добавляем в тунец немного сока лайма. Понятно. Можно, конечно же, использовать и лимон. Выдавливаем и также тщательно перемешиваем. А почему мы делаем этого вначале? Для того, чтобы тунец не был более кислым и не сильно промариновался этой кислотой. То есть все должно быть умеренным. И правильно, главное запомнить нужную последовательность. Ну а мы, наверное, уже можем приступать к оформлению? Совершенно верно. Для этого мы используем вот такую популярную красивую сланцевую тарелку. Вы, в принципе, можете использовать любое блюдо. Главное, чтобы это было красиво и вам обязательно нравилось. На тарелку выкладываем такими вот пирамидами, можно сказать, импровизированными. Тартар. Ну а между ними будем выкладывать сам тунец. Выглядит это уже очень красиво и красочно, и очень-очень аппетитно. Главное помнить, что блюдо это нельзя хранить в холодильнике длительное время. Готовим его непосредственно перед процессом подачи. Вот тогда оно по-настоящему вкусное и необычное. Потому что если мы будем хранить его в холодильнике, то тогда овощи стекут, рыба перемаринуется, и все это будет уж совсем невкусно. Переходим к процессу украшения. Да, немного элементов декора. Это будут у меня белые чипсы из хлеба. Ну а также мы используем зеленые элементы, такие как пророщенный горох и немного базилика. Красиво, просто, и согласитесь, очень изысканно. Ну и конечно же икра летучей рыбы. Тоже яркий элемент, в зависимости от цвета вашей посуды, можете использовать как красную, так и черную. На вкус это никак не повлияет, но однозначно сделает наше блюдо еще более красивым и более праздничным. И последний штрих. Оливковая пыль. И вуаля. Ну что ж, приятного аппетита. Спасибо большое, Костя, и спасибо ресторану Кадор. Еще раз напоминаю, что находится он на французском бульваре 66, дробь 3. Здесь всегда подобным образом вкусно и красиво. Ну а вы, если немного заморочитесь, с легкостью можете приготовить подобное блюдо и у себя дома. Главное это желание и, конечно, хорошего настроения вам. Всем на кухне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова